Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Меня зовут Андрей Симоненко. Здоровому образу жизни, творческому развитию, досугу и многим другим составляющим молодежной среды в нашем городе внимания уделяется немало. Подтверждением тому развитая сеть разных учреждений, поддержка и развитие туризма, спорта, культуры, работа, проводимая с молодыми людьми разных возрастов. Сегодня в студии обо всем этом поговорим с заместителем начальника управления физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма Игорем Воробьевым. Здравствуйте, Игорь Владимирович! Здравствуйте! Тема у нас, конечно, обширная. Я прилагаю начать с того, что в марте Владимир Путин, наш президент, объявил о новом национальном проекте «Молодежь и детство». Пока фактически он не сформирован. Вы говорить об этом конкретно не можете. Но мы все прекрасно понимаем, что все темы, затронутые в сегодняшней программе, так или иначе будут затронуты в этом проекте. Правильно я понимаю? Безусловно, вы правы. И нацпроект, наверное, мы немного включались в другие нацпроекты именно по своему направлению по работе с молодежью. Но когда наш президент сказал, что мы собираем предложение для формирования нацпроекта именно по направлению молодежь, мы, конечно, немного обрадовались, потому что у нас появится основной документ, насчет которого будет формироваться цель и задачи дальнейшей работы по реализации молодежной политики в Российской Федерации. Именно то основное направление, векторы, которым мы будем следовать в дальнейшем. Ну, фактически, это консолидация работы разных ведомств, которые, можно сказать, раньше тянули одеяло на себя, спорт на себя, наверное, образование на себя. Сейчас, наверное, пришло время того, чтобы объединить усилия. Ну, давайте вкратце ситуацию в городе обрисуем, как обстоит вообще с вовлечением молодежи во все куда угодно, начиная с образования, отдыха и всего-всего. Ну, вот вы предлагали начать с летнего отдыха, да, чтобы подвести итоги. 453 несовершеннолетних у нас отправилось за пределы Ямал-Ненецкого автономного округа для оздоровления, для того, чтобы получить заряд энергии от солнца, от тепла, моря. Основное направление у нас, безусловно, это порядка 300 путевок было реализовано на территории Краснодарского края. Здесь всегда идет большой спрос. Понятно, что мы проживаем с вами на территории Ямал-Ненецкого автономного округа, где не так, может быть, жарко, как хотелось. Но остальные направления также являются под большим спросом у ребят. Это Тюмень, Олимпийская ребячка, Ребячья Республика всегда пользуются спросом. Мы, посещая в прошлом году конференцию по летнему отдыху, посещали эти лагеря, смотрели полностью, как дети размещаются, питание, все. То есть настолько уровень подготовленности для отдыха соответствует, то просто с большим удовольствием и спокойствием отправляешь своих детей, ребят несовершеннолетних, на отдых за пределы Ямал-Ненецкого автономного округа. Иногда я слышал, о Тюмени, море, а потом были только восторженные отзывы от тюменского лагеря. Вы собираете все вот эти отзывы и положительные, и отрицательные? Делаете какие-то выводы по ним, по заинтересованности ребят? Безусловно, обратная связь у нас есть постоянно. Она начинается даже уже с первых моментов, когда еще ребенок не уехал. То есть формируется группа родителей, в которых задаются всевозможные вопросы от родителей при формировании документов, при отправке ребенка, что с собой брать. Проводятся родительские собрания. Когда уже находится ребенок в лагере, тоже постоянно идет прямая связь с родителями. Многие лагеря осуществляют определенный режим детей. То есть они максимально их задействуют в различных мероприятиях. То есть такой сбалансированный, хороший день в плане занятий и питания. И телефоны выдаются зачастую только в определенное время, за один час, чтобы они могли поговорить с родителями. И дальше уже заниматься больше общением. И хочу сказать, что да, первые дни, особенно дети, которые едут впервые, случаются, что у них скучают по родителям. Но по итогу у нас многие дети по окончанию смены даже переживают, что они уезжают, прощаясь с своими вожатыми, с своими друзьями, которые познакомились. Потому что там ребята со всего Ямала. Происходит хорошее общение, знакомство. То есть это очень познавательно. Относительно Тюмени я даже на своем примере готов рассказать. Мой ребенок в прошлом году впервые отправился в Тюмень, в Олимпийскую ребячку. Я хочу сказать, что я как родитель переживал, но по возвращению ребенок был очень рад. И сказал, что я хочу поехать вновь в Олимпийскую ребячку, в лагерь. Потому что, несмотря на то, что там отсутствует море, кажется, там есть замечательный крытый бассейн, в который их водили. Там есть другие всевозможные процедуры, футбольное поле большое. То есть все, что нужно ребенку для того, чтобы у него был хороший, интересный, насыщенный день. То есть который отличается друг от друга. Ну и есть обратные отзывы, конечно, Краснодарский край. Там дети, безусловно, всегда рады ездить. У нас из новшеств в этом году впервые появилось, дали нам 10 путевок на Алтайский край. И тоже получили хорошие отзывы от детей, от родителей по итогам поездки. Надеемся, что на следующий год нам также доведут путевки. Мы постараемся максимально реализовать, я имею в виду муниципалитет, эти путевки. Напомню, что распределение квот идет через автоматизированную информационную систему Летоя1.ру, где любой желающий может выбрать муниципалитет, в котором проживает, и, соответственно, заявить своего ребенка. Сейчас система ежегодно модернизируется, и тебе намного легче уже формировать заявку. То есть, если ранее мы там брали справки о том, что ребенок проживает, либо учится в школе, сейчас все подгружается через госуслуги, и все становится просто, легко, чтобы подать заявку. Нужно только единственное учитывать, что у нас есть в основном два периода. Первый период — это сначала идут льготные категории населения, а потом идут на общих основаниях. Все это тоже прописывается, везде идет информационная кампания, мы стараемся везде об этом информировать. Самые основные и главные новости, которые вы можете найти, это, конечно, у нас в первую очередь молодежный центр ВКонтакте, то есть это просто легко и удобно. Если нужно специально, то есть есть сайты, но если требуется дополнительная информация, всегда сотрудники молодежного центра управления готовы будут ответить. То есть сложностей и проблем при регистрации на сегодняшний день нет. Да, иногда бывает при перезагрузке в пиковую подачу, когда много одномоментно пытаются подать, могут немножко система давать сбой. Но это такое тоже временное все. То есть все проходит, сам лично регистрировал, сложности больших при этом не испытываешь. Но отмечу, что есть большой спрос. Если решишь оставить все это на несколько дней, то есть сегодня нет времени, пожалуй, зарегистрируешься завтра, большая вероятность того, что ты просто не успеешь подать заявку на своего ребенка для того, чтобы он съездил в любое из направлений. Как я уже сказал, Краснодар, Тюмень. Есть у нас еще 35 квот, на этот год нам доводили. Город Ноябрьск тоже второй год реализуется проект военно-патриотический. Если сначала говорят и родители, и дети, то есть почему Ноябрьск, то есть почему не Краснодар. Но по итогам там очень хорошая такая плотная программа. Дмитрий Андреевич, наш губернатор, посещал, и неоднократно даже были новостные передачи про этот патриотический лагерь. То есть там все современное оборудование, там очень крутые ребята работают, которые помогают и рассказывают, такую начальную военную подготовку проводят. Так что это направление я бы не стал говорить, что оно неинтересное. То есть особенно, в первую очередь, для ребят. Но я хочу сказать, что и девочки отлично проходят эти тоже курсы. То есть в целом, если только говорить по летней кампании, то я бы и сказал, что это очень хорошо она у нас прошла. Как в дополнение хотел бы пригласить, наверное, у нас жители нашего города. Мы в данный момент испытываем определенную сложность в авиаволонтерах. О чем как бы речь? То есть вы, как человек, который планирует свой отпуск, может подать заявку к нам для того, чтобы быть авиаволонтером. Для этого тебе необходимо будет пройти определенные тесты, небольшие тестирования, собеседования. Если ты подходишь нашим общим критериям таким, то становишься авиаволонтером. И в то время, когда у тебя совпадает с отпуском, то есть ты можешь бесплатно доехать на место отдыха, будь то Тюмень, будь то Краснодарский край. Тебе нужно будет сопроводить детей, передать их ответственным по лагерю и дальше уже наслаждаться отпуском. То есть тебе будет поездка бесплатно. Но хочется дать информацию, что уважаемые жители города, пожалуйста, обращайтесь для того, чтобы вы могли стать авиаволонтерами. Какой-то суперобязанности здесь нет. Безусловно, ответственность за наших детей. На своем примере я попробовал в прошлом году, что такое авиаволонтер. Мы сопровождали порядка 40 с лишним детей. По-моему, целый борт был чисто от детей, потому что это были еще плюс Салехард, плюс еще с наших поселков. Мы друг другу помогали, безусловно, сопровождающим, потому что это дети. Но в целом, если у тебя есть более-менее понимание, куда идти, исследовать, то есть все возможно. Если большая группа, то там уже два сопровождающих. Там больше группы, три сопровождающих. Нет такого, что у тебя будет 50 человек, и ты будешь один. Но направление, допустим, Тюмень, там вообще, то есть мы в Салехарде формируем группу. Дальше все нам известные процедуры по регистрации и отправлению на самолет прилетаем. Дальше у нас уже в аэропорту встречают представители лагеря. То есть забирают наших детей, пересаживают их в автобусы и все. На этом волонтерство заканчивается. Да, то есть я почему и говорю, что у нас таких больших сложностей при этом не испытываешь, но есть возможность бесплатно попасть в Тюмень, в Краснодар, как я уже сказал, и даже в Алтай. Поэтому, уважаемые жители, еще раз повторюсь, приходите к нам для того, чтобы заявляться в качестве авиаволонтеров. Вот, наверное, такую точку я бы поставил вот в этом первом нашем блоке, который мы озвучили по летнему отдыху. Да, давайте дальше. Тоже такое популярное направление – летняя трудозанятость. Прям очереди стоят из школьников. Возможно, сейчас работают с 14 лет, записываются заранее. Тоже небольшой ажиотаж вначале возникает. Очень популярна вот такая трудовая деятельность начальная у школьников сейчас, насколько я знаю. Всегда пользовался спросом это направление. Даже если вспоминаешь себя, ты всегда хотел иметь свой какой-то заработок, свои деньги, при этом, чтобы это еще было легально, официально. Здесь тебе дается возможность трудоустроиться в учреждении либо организацию города, получить за это заработную плату и потратить их так, как ты считаешь нужным. При этом у тебя будет на руках официальный документ с записью, это трудовая книга. У нас в этом году реализовано это направление, и 443 несовершеннолетних были трудоустроены. Из этой цифры 443 у нас часть детей идут по программе государственной, а часть детей через муниципальную программу трудоустройства «Город молодой». Эти 400 несовершеннолетних были трудоустроены в период летних каникул с июня по август в 13 учреждений и организаций города. И также были формированы у нас 5 бригад. Бригада образования, бригада ЖКХ управления, бригада ЖКХ «Ямал», предприятия, которые у нас в микрорайоне «Обской». Но хочу сказать, что, конечно, спросом пользуются. Здесь также у нас заявочная кампания идет с февраля месяца, и заявки подают ребята очень активно на трудоустройство. Как я уже сказал, устраивается даже кто-то по желанию в учреждения. Есть какие-то, если успеваешь, допустим, ты не из последнего потока и в своей анкете, в заявлении указываешь, что хотел бы работать в детской школе искусств, потому что являюсь воспитанником, знаю там лет. Ну, то есть все равно идут навстречу по многим вопросам, стараются идти навстречу, подают заявку через центр занятости наш, и дальше уже формируются списки, кто подал. Безусловно, так же, как и в летнем отдыхе, здесь идут первоочередные, это стоящие на различных категориях детей идет, и уже у нас на общих основаниях. Все, кто хочет туда устроиться. Цифра 443, ну вот если я говорю про муниципальную цифру 400, мы уже держим второй год. Если говорить, допустим, 4 года назад, эта цифра была 270. Мы всего трудоустраивали за летний период в течение года. А потом цифра немножко росла, то есть дальше мы уже увеличили на 40, и вышли уже в 2023 году на цифру 400 человек, охват несовершеннолетних по летнему трудоустройству. Считаю, что это здорово, Марина Рону поддержала такое увеличение. Мы бы хотели, может быть, еще увеличить, но тут тоже есть другие моменты, начиная от рисков, ну не риски, наверное, да, а нагрузка в летнее время на делы кадров, которые у нас в учреждениях, потому что такое большое количество трудоустроенных, это тоже полностью, они же в соответствии с трудовым законодательством, это формирование там личного дела, всего пакета документов, довольно-таки небыстрое, непростое занятие. Ну, в целом, тоже, конечно, дети остаются довольны, мы проводим для них мероприятия по открытию трудового сезона. Мы даже каждый месяц старались делать небольшие мероприятия по открытию, на которых присутствовал заместитель главы, и даже глава у нас на первом было открытие, поздравляла ребят с первым их рабочим днем, с трудоустройством. Классно, когда ты можешь заработать свои личные деньги. Молодежная инфраструктура. Я бы сказал, что это, наверное, какой-то прорыв года инфраструктурный у нас. Арт-резиденцию «Лампа» мы открыли торжественно в этом году, 16 марта, когда были выборы президента Дмитрий Андреевич Артюхов, губернатор Ямал-Ненецкого автономного округа, приехал, торжественно открыл. Мы провели целое мероприятие, даже двухдневное, и безумно этому рады. Почему? Скажу, что не было так просто. У нас было несколько заходов. Заходов, я имею в виду, по приобретению здания. Молодежный центр города Лабытнанги с 2017 года начал свою работу. К сожалению, он размещается в первом техническом этаже пятиэтажного жилого дома в 270 квадратных метрах, что не позволяет в своей большей мере реализовывать большие мероприятия, или даже небольшие, но с применением каких-то звукоусиливающих устройств, ввиду того, что живут соседи, и ты сам даже не то что не можешь, ты не хочешь этого делать, потому что есть люди, есть дети, приходят домой отдыхать. И мы всегда мечтали о том, чтобы у нас было свое помещение. Безусловно, мы по межведомственному взаимодействию проводили мероприятия наши на всех площадках города, будь то школы, будь то Дома культуры, то есть все нас, конечно же, пускают. Но у всех есть своя определенная загрузка, есть свой график. Где-то требуется какой-то репетиционный момент. И когда мы по поручению искали это помещение, здание, и нашли это помещение для того, чтобы у нас там появилась в будущем арт-резиденция, тогда при поддержке Марины Ароновны и Дмитрия Андреевича помог приобрести это здание, чему мы-то опять же рады, оснащение. Мы сделали дизайн-проект, нам дизайнер из Питера выполнил дизайн-проект по визуализации внутренней арт-резиденции. Мы воплощаем постепенно это все в реальность, то есть сделан ремонт, то есть какое-то насыщение, но еще у нас ждут дополнительные дооснащения. Мы в рамках федерального проекта «Регион для молодых» ждем финансирования уже в январе месяце 2025 года. Там мы планируем дооснастить уже большим экраном на сцене, что нам тоже не хватает. Это будет проведение любого мероприятия намного ярче, круче, молодежнее, креативнее, веселее. То есть вот помимо экрана звук, свет, то есть все, что необходимо для проведения любого формата мероприятия. Здание 1120 квадратных метров, которое на сегодняшний день позволяет нам уже заводить всевозможные мероприятия. Если такое бурное начало 2024 года по открытию арт-резиденции, кажется здорово, можно радоваться этой новостью еще года два, и спокойно работать, и насыщать арт-резиденцию. Но новости не остановились на этом. У нас следующий этап уже, который мы проходили в городе Лабытнанге, появится молодежное пространство. Наподобие, как, наверное, уже слышали, в городе Сальхарт у нас открылись на базе ЕМК. Да, наподобие истории будет у нас в городе молодежное пространство. Там по квадратуре, для понимания, это порядка 130 квадратных метров, казалось бы, небольшое. Но мы говорим сейчас не о качестве, а о цели. Для чего нужны вообще такие пространства? Да, и молодежное пространство появится именно в помещении бывшей библиотеки и в здании, там, где у нас общежитие. То есть возможность посещения любого мероприятия, ну, грубо говоря, в тапочках, то есть ты можешь спуститься. Самое главное, что это у нас наши студенты, проживающие здесь, могут участвовать в мероприятиях, которые проводят специалисты молодежного центра, не выходя на улицу. Помещение будет оснащаться все так же креативно и интересно. И при разработке дизайн-проекта участвовали очень хорошие дизайнеры, архитекторы. Я хочу сказать, что мы уже приступили к реализации. На сегодняшний день заключено соглашение с ЕМК об использовании данного помещения молодежным центром на безвозмездной основе. И подрядная организация на сегодняшний день осуществляет ремонтные работы. Надеемся, что до конца года ремонтные работы будут выполнены и закуплена уже часть оборудования, которая необходима для проведения любого формата подготовки, общения с молодежью. Все современно. Когда ты смотришь дизайн-проекты, думаешь, неужели это будет у нас реализовано. Потом, когда это все реализуется, сначала не веришь, а потом уже привыкаешь и, кажется, хочется еще большего. Но и это еще не ставит точку в этом году. При участии в конкурсе на гранд-губернатора в 2024 году город Лабытнанге победил. Ну, как победил, то есть губернатор одобрил одну заявку, которую мы подавали на разработку дизайн-проекта будущего подросткового клуба в помещении 300 с лишним квадратных метров на школьной 26. То есть у нас получается такая связка учреждений, которые могут работать с молодежью в разных частях нашего города с возможностью посещения. Данный подростковый клуб, он такой не симбиоз, наверное, а может быть некая коллаборация. То есть там у нас будет и добровольческий центр включать в себя, подростковый клуб, в который можно будет как клубное формирование молодежное посещать ребятам. То есть это без необходимости где-то ходить по улице зимой в холод, а возможность прийти и посидеть здесь, пообщаться с друзьями. Может быть в какой-то проект заявиться, будет возможность какие-то свои театральные, артистические. То есть все будет зависеть, опять же, от желания молодого человека, что он хочет развивать. Он может самостоятельно какое-то свое направление. С ними будут работать также специалисты молодежного центра. То есть возможность, как основная была проблема тогда, это где собраться. То есть сейчас такими яркими точками молодежными дает возможность тебе прийти, пообщаться, познакомиться. Каждый преследует свои какие-то цели, да, отсутствие там, может, общения, у кого-то, может, какие-то проблемы, которые нужно проговорить. У нас предусматриваются и такие индивидуальные комнаты, к которым ты можешь либо с психологом пообщаться, то есть либо общаться с другом. И данный подростковый клуб такой точкой станет. Но мы сегодня находимся в стадии разработки дизайн-проекта, который мы уже в конце года с вами обязательно реализуем. И в следующем году уже мы приняли такое решение для себя, что будем участвовать в конкурсе грантов для того, чтобы этот дизайн-проект реализовать в этом помещении. Знаете, сейчас вот в социальной сети такое некое зеркало всех проблем, всех отношений людей к разным вопросам. Я очень давно уже не замечал, не было такого, чтобы говорили, молодежи некуда пойти, нечем заняться. Нет такого. Фактически сейчас для молодежи столько всего открыто, что только, пожалуйста, только успевай. И это, наверное, итог какой-то молодежной политики за последние годы, может быть, даже десятилетия. Безусловно, тут у нас все идет, в первую очередь, от президента, который ставит свои задачи по наращиванию работы в этом направлении молодежной политики. Это чувствуется. Интересы меняются у молодежи в плане направления именно вот что-то спортивного, то есть что-то за ЗОЖ, что-то за интерес какой-то. У нас в арт-резиденции на сегодняшний день уже работает пять резидентов, которые реализуют тоже свои направления. И к этим ребятам можно приходить для того, чтобы развивать эти направления. Там танцевальное, да, у нас там фотография. Можно через молодежный центр. И так тоже есть участники, и это радует, но хочется, наверное, еще больше, чтобы приходили к нам ребята несовершеннолетние для того, чтобы вообще посмотрели, что такое молодежная политика, посмотрели, какие есть клубные формирования, заявились в эти клубные формирования, возможно, дали свои какие-то предложения по, может быть, что-то добавить, что-то улучшить. То есть нам тоже важна вот эта обратная связь, и всегда мы открыты, и моя страница есть там ВКонтакте. То есть я с удовольствием готов принимать любые предложения, вопросы, которые могут быть по моему направлению. Что ж, спасибо большое, что ответили на все вопросы. Беседа была содержательная. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. Программу «Тема» вы всегда можете посмотреть в интернете, адрес нашего сайта ya.nau.ru. Кроме того, вы можете и сами стать соавторами наших программ, предложить интересную тему для обсуждения в эфире. Спасибо за внимание, всего доброго, и до встречи на страницах и других ресурсах информационного агентства Лабетанги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова